Всем привет! Продолжаем гулять по миру. Сегодня я бы хотел вам показать Миланский собор. Интересная, красивая базилика. Хотел бы показать внутреннее убранство этого собора. Есть что посмотреть, как говорится. Вот я был проездом, у меня было четыре часа между стыковками поездов, поэтому я там, скажем так, вдоль походил. И внутри был, и поднимался наверх. Главная достопримечательность собора, это золотая статуя покровительницы Милана. Над алтарем внутри находится гвоздь, который по преданию используется для распятия Иисуса Христа. И каждый год 14 сентября на праздник воздвижения честного креста Господня. Гвоздь спускает вниз, используя специальные приспособления. Не вол, это лифт в форме облака. И возвращает обратно после качания праздника. Я пользуюсь Википедией. В пределе Святой Феклы находится честная глава Святой Феклы. В соборе находится мавзолея Джорджакома Медичи, порфировая египетская ванна 4 века, которая используется как крестильный купель и статуя христианского мученика Святого Варфоломея, которого обезглавили, содрали кожу. В общем, страдал за веру, как говорится. Был одним из 12 апостолов Христа. Вот здесь есть его скульптура, статуя. Конечно, она выделяется на фоне других скульптур. Также выделяются разные резные деревянные хоры. Первые шесть окон стены правого нефа забраны витражами 15 века, самыми древними в этом базилике. Ежегодно в ноябре-декабре собор выставляется в квадроне Святого Карла Баромео. Это серия больших живописных полотен на сюжеты из жизни миланского архиепископа Карла Баромео. Выполнена группой итальянских художников в начале 17 века. Над росписью не самого храма, а среди прочих работал художник, архитектор Александр Санкиенко. Вот все то, что написано в Википедии, я вам прочитал. А теперь посмотрите, что находится внутри. Рекомендую, конечно, посетить собор вам, если будет такая возможность когда-нибудь. Я думаю, будет такая возможность, все пройдет, все эти невзгоды, которые нас посетили. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Смотрим, что находится внутри миланского собора. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok